МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осмотр мира Никки, заказанный пользователем Алексей Степанищев, фамилия которого меня иррационально бесит. Вот за это я ненавижу европейцев. Почему нельзя делать короткие фамилии, что легко запомните? Например, Белетте, Орокко, Фоссо. Коротко звучит, и мне не надо вспоминать битву под малоярославцем, чтобы просто вспомнить, как их читать. Но без разницы. Заказчик поправит при условии, что ему не все равно. Мы переходим из эпохи, когда в моде были суровые мужики, в эпоху, когда в моде были слюнтяи, но экономический кризис еще не заставил их перейти на 12-серийный формат. Мирайникки — это якобы история о парне по имени Аману Юкитеру, антисоциальном школьнике, что больше ничего не делает, кроме как ведет дневник на своем телефоне и общается со своим воображаемым другом, богом пространства и времени, Деусом Экс Махина. Да, я знаю. И, видимо, из жалости или же прикола ради, Деус шлет ему смс-ку в реальный мир и дает ему так называемый дневник будущего. По сути, тот же телефон-слэш-дневник, где все события записаны на 90 часов вперед, как бы позволяя владельцу видеть будущее. И да, чисто на заметку, если ваши воображаемые друзья начинают вам слать смс-ки, то либо пора менять вашу симку, либо пора перестать думать, что эти друзья воображаемые. Но так как смотреть за приключениями слюнтяя со шпаргалкой было бы скучно, то, оказывается, Деус выдал такие дневники еще нескольким людям и объявил дезмач, а победитель займет его место бога пространства и времени. А теперь давайте я повторюсь. Чтобы найти себе замену, бог пространства и времени выдал 12 устройств предсказывания будущего чудовищем, что обменяли свою человечность из-за постоянных издевательств, и просто полезным идиотом, что не или же слабо понимают, во что они ввязываются, и говорит им пас. Гениальный план, Деус. Я бы поаплодировал, но руки этого тела закованы цепями. Главных героев у нас... Эм... Два. Как бы. Наш дорогой идиот и его в кавычках девушка Юно Гасай, что с самого первого эпизода показывает, что она находится не в совсем здравом уме. По сути, она является главным персонажем этой всей истории, и это даже не спойлер. Просто посмотрите на постеры до результаты опросов. Почему я называю его идиотом? Потому что в русском языке нет такого слова, что идеально описывает всю глубину идиотизма нашего главного героя. Но зато хорошо подходит предложение. Умственно! Отсталая землеройка! Этот мудак делает Субару Нацуки более уважаемым в сравнении. Что бы вы о нём не думали, он хотя бы начинал учиться на своих ошибках с третьего-четвёртого раза. Данный представитель японских лизоблюдов не только не учится на своих ошибках, он прямо их отрицает, даже когда все вокруг него, включая мир в целом, кричат, что он, блядь, долбоёба кусок. Я вообще удивлён, как он по своей тупости не сломал этот дневник чертям. И я даже не буду начинать рассказывать вам о концовке всего этого, во многом из-за того, что спойлеры. Но скажу вот что. Рояль в кустах здесь настолько большой и жирный, что его можно использовать вместо сейсмической бомбы. В общем, как вы поняли, от просмотра этого аниме я получил удовольствие, и я могу его с чистой совестью порекомендовать. Стоп, что? Многие думают, что я не люблю аниме во многом из-за моей интонации, но это не так. Я суров, но справедлив. Несмотря на то, что главный герой — это главная причина, почему Япония превратится в кучу воюющих городов-государств через пару десятилетий, это аниме не только хорошо прописано, но и качественно сделано. Каждый из 12 владельцев дневника прописан таким образом, что зрителю становится его даже в какой-то мере жаль, что хотя в таких аниме является стандартом, всё же очень редко когда работает, из-за того, что их мотивация хромает. Здесь же все персонажи очень человечные, даже те, что ведут себя эксцентрично. Рисовка здесь сделана как следует для таких аниме, музыка не запомнится во мной, исполняет свою роль. Сценарии умело чередуют серьёзные сцены с комедийными, а битвы между владельцами дневников выполнены не только зрелищно, но и довольно напряжённо. И несмотря на то, что я считаю, что концовка всё испортилась, с чисто литературной точки зрения она не так уж и плоха, она даёт ответы на все самые важные вопросы, и после неё все персонажи получают концовку, на которую они заслужили. Даже 26-серийный формат здесь очень даже к месту, и в отличие от Outlaw Star, оно не кажется слишком длинным, но и не настолько коротким, что хочется продолжения. Смотря Мирай Никки, я не мог не отметить параллели с Резиру и некоторыми другими шоу, которые я смотрел или же буду смотреть, и это... с одной стороны хорошо, с другой стороны много чего нам говорит о состоянии как японской, так и мировой индустрии развлечений и их потребителей. Хотя многие вам скажут обратное, но человек информационного века, особенно если он живёт в так называемых развитых странах, существо капризное, но в то же время до боли предсказуемое. Его очень легко удовлетворить, но как только компании обнаруживают рецепт для быстрого удовлетворения, то всё идёт по одному из двух сценариев. Либо они перенасыщают рынок, и он рушится к хренам собачьим, либо же они выпускают это всё не сразу, но постоянно, что в свою очередь делает всю продукцию однообразной и начинает отпугивать потребителя через какое-то время. А итог всегда один. В индустрии наступает кризис идей, студии банкротятся, а люди жалуются, не понимая, что произошло. То, что продукт 2011 года мало чем отличается от продукта 2016-2017 года, не является чем-то удивительным. Но в то же время много чего нам говорит о состоянии индустрии в целом. К добру это, или же к худому.